Вести ФМ. Первые о главном. С подробностями Сергей Головов. Время исследований было оценить эффективность препарата в отношении пациентов. Повторим, что в качестве подопытных выступали пациенты психиатрического отделения, не имеющих, скорее всего, ревматологических проблем. Однако испытывали на них именно ревматологические препараты, вредные для здорового организма. Причем, видимо, разрешение у пациентов не спрашивали, пользуясь их беспомощным состоянием, что крайне цинично. В документах упоминаются в том числе компании Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Merck и многие другие. Кроме того, пишет РИА Новости, на месте были найдены коробки, в которых находилось много готовых конвертов и контейнеров для отправки биоматериала в западные лаборатории. В списке пациентов, которым вводился один из препаратов, были младенцы до года. Их возраст российские расследователи выяснили потому, что в перечне фамилий, в строке возраст, стояла цифра ноль. Кроме того, судя по этому списку, препарат вводили и детям в возрасте от одного года до одиннадцати лет. Правда, не совсем понятно, дети, в том числе младенцы, тоже лежали в психиатрическом отделении. Но, в принципе, отделения детской и подростковой психиатрии при специализированных больницах существуют. Документы из Мариупольской больницы – не единственное свидетельство использования пациентов украинских психиатрических клиник в интересах западной Бигфармы и Пентагона. Весной 2022 года Минобороны России обнародовало сведения, что в 2019-2021 годах ученые из США проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы номер 3 Харькова. Персонал медицинского учреждения давал подписку о неразглашении. Харьковская область вообще стала печальным лидером по опытам над людьми. В психиатрической больнице города Мерефа Харьковской области проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов. Круглосуточный мониторинг состояния пациентов отражался на специальных бланках. В базу данных психиатрического стационара информация не выносилась, рассказал тогда в апреле 22-го начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты генерал Игорь Кириллов. Ну и, наконец, в мае того же 22-го года российское военное ведомство раскрыло еще одни подробности бесчеловечных экспериментов Пентагона над пациентами психиатрической больницы номер 1 в селе Стрелечье Харьковской области. Основной категорией подопытных была группа пациентов-мужчин в возрасте 40-60 лет с высокой стадией физического истощения. Что за препарат испытывали, не уточняется. Но известно, что в исследованиях принимали участие иностранные специалисты, в том числе из Америки. В частности, непосредственно в этих работах участвовала уроженка Флориды Линда Апорта. Напрямую официально въезжать на Украину она побоялась, а прибыла через третьи страны. В январе 22-го все иностранные граждане, причастные к экспериментам в психиатрических больницах Харьковской области, были экстренно эвакуированы. Дональд Трамп пообещал разобраться в ситуации на Украине и заявил, что Киев может кинуть США как собаку. Он выступал на митинге сторонников в штате Южная Каролина и вновь заявил, что в случае своего переизбрания намерен разрешить конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Кроме того, экс-президент дал понять, что при нем безвозмездная помощь Киеву закончится. Подробнее Вера Десятого. Предвыборная гонка в самом разгаре и каждому слову возможного будущего президента США прислушиваются. Хотя не выполнение обещаний и смена мнения обычное дело для политиков, но нащупать вектор удается. И что касается Украины, Дональд Трамп четко обозначил, как будет действовать. Он заявил, что Вашингтон должен выделять финансовую помощь другим странам на их военные нужды лишь при условии возврата средств, то есть в виде займа. Он не стал упоминать в этом контексте Израиль, но об Украине говорил более конкретно. Крупнейший торговец в истории – это Зеленский. Мне нравится Зеленский, но мы можем заключить сделку по этой войне. Это одна из вещей, которую мы собираемся сделать. Это война-катастрофа. Трамп добавил, что если Украина обратится за помощью кому-то еще, то тогда они бросят США как собаку. При этом возмездный подход к поддержке союзников придумал не Трамп. За предоставленную Америкой военную помощь по Ленд-Лизу в годы Второй мировой войны современная Россия расплачивалась до середины 2000-х. Идеи Трампа находят отклик у американцев. А вот на чем держится репутация Джо Байдена до сих пор – это загадка. Возраст и здоровье президента из шуток превращается в более серьезную проблему. Он пропускает еще одно традиционное мероприятие – ежегодное интервью перед Супербоулом – финальным матчем в американском футболе. Это главное спортивное событие года, которое собирает огромную аудиторию. В 2023 году Супербоул посмотрели 113 миллионов. Поэтому президенты США всегда пользовались этим моментом, но в этот раз Байден упускает шанс. А бывший врач Белого дома, который работал с президентами Баракой Обамы и Дональдом Трампом Ронни Джексон, заявил, что отчет спецпрокурора Роберта Хюра, возрастной немощи американского лидера Джо Байдена, подтверждает многие серьезные проблемы президента. Спецпрокурор Хюр, которому было поручено расследовать неправомерное обращение Байдена с секретными документами, описал президента в отчете, как вызывающего сочувствие благонамеренного пожилого человека с плохой памятью. Вера Десятого, Вести ФМ Польские фермеры в очередной раз заблокировали границу с Украиной. Они выступают против импорта дешевой украинской сельхозпродукции, введения экологических ограничений со стороны Евросоюза и требуют оказать дополнительную поддержку развитию животноводства. Протестующие атаковали несколько украинских фур, их содержимое высыпали на землю. Забастовка фермеров продлится до 10 марта, ее поддержало руководство Минсельхоза Польши. За противостоянием следит наш европейский корреспондент Елена Балаева. Фермеры вышли на забастовку в минувшие выходные и говорят, что продлятся они эту забастовку действительно до 10 марта. Все это время они собираются на своих тракторах, красных, зеленых. Речь идет о сотнях тракторов, на которых они выехали на дороги, заблокировали маленькие города, рядом с которыми находятся пункты перехода через границу с Украины в Польшу. Так вот, на этих тракторах они собираются оставаться, дежурить буквально днями, сутками, никуда не уезжат для того, чтобы наконец-то, ну в первую очередь даже не польские власти, а власти Евросоюза прислушались к требованиям фермеров. А требований их на самом деле не одни, требований очень много, но первое это как-то ввести в нормальное русло экспорт польских товаров и импорт, самое главное, украинских товаров, сельхозпродукции, которые поступают на польский рынок. Речь идет на самом деле о большом уже наименовании товаров, там не только зерно, там и кукуруза, там и сахар, и речь даже идет о украинских курах, которые тоже поступают и в Польшу, и потом в целом на европейский рынок. Польские фермеры прямо говорят, мы не сможем выжить, если по-прежнему дешевая продукция будет поступать с Украины, эту продукцию будут покупать местные жители, соответственно, нашу продукцию, ту, которую производят польские фермеры, сбыть будет невозможно. Но вот чем отличается вот эта последняя акция протеста польских фермеров, тем, что все это было на самом деле очень похоже уже на выступления, которые идут во Франции. Польские фермеры не просто на тракторах съехались к границе с Украиной, они еще привезли с собой фаеры, которые начали зажигать, и привезли с собой всевозможные предметы, которые производят очень громкий шум. Так что эту акцию, заметили все, она не осталась незамеченной, конечно, ни в Польше, ни в Евросоюзе. Но можно предположить, что в Евросоюзе, наверное, постараются затянуть решение вопроса, потому что считают, что до 10 марта польские фермеры повыступают, потом им надо будет вернуться, собственно, к своим делам, начать сеять, начать готовиться к новому сезону. Но польские фермеры настроены очень жестко, они говорят, что они никуда не идут, и если 10 марта ничего не изменится, тогда они дальше будут продолжать стоять там на этих пунктах. Вполне возможно, даже дальнейшее нападение на те грузовики, которые перевозят, возят с украинской границы товары в Польшу, и, в общем, не собираются сдаваться до тех пор, пока ситуация не разрешится. Но вообще это не единственная проблема, это целый такой клубок проблем, на который указывают польские фермеры. Они говорят, что, с одной стороны, им создают очень серьезную конкуренцию, очень дешевые товары, и, кстати, низкокачественные товары, которыми сами польские фермеры не хотят кормить своих детей с Украины, но при этом еще, с другой стороны, их прессует очень сильно, на них давит Евросоюз, потому что Евросоюз принимает сейчас совершенно новые планы, которые касаются защиты окружающей среды, сокращения вредных выбросов в атмосферу, и по ним, например, фермеры в Польше должны перестроить те склады, ангары, на которых настраивал Евросоюз 10 лет назад, на которых тогда давали небольшие деньги, но в основном за свой счет польские фермеры их строили. А вот теперь, оказывается, по новым требованиям Евросоюза, эти ангары, эти склады не подходят для дальнейшего использования, поэтому фермеры на свои деньги должны их перестроить. И вообще, как считают польские фермеры, если Евросоюз в целом не прислушается к их требованиям, то они просто не видят свое будущее в Евросоюзе. И поляки теперь уже открыто говорят о том, что они готовы устроить полегзит. Это по аналогии с Брэкзитом. То есть, вообще, начать говорить о том, что Польша собирается выйти из Евросоюза и экономически сможет себя обеспечить, чтобы существовать вне рамках этой организации. Так что, как я уже сказала, требования настроения польских фермеров в защите своих интересов и вообще в защите своего бизнеса и дальнейшей жизни очень-очень серьезные и очень жесткие. Елена Балаева, наш европейский корреспондент о забастовке польских фермеров. Вести ФМ. Первые о главном. Работу добровольной народной дружины в Мурманской области решили оплачивать. За каждый час дежурства дружинники получают 500 рублей. Премия в 5 тысяч положена за задержание правонарушителя или помощь в раскрытии преступления. Таким образом, местные власти надеются привлечь граждан к помощи полиции по поддержанию правопорядка. Подробности выяснял Олег Яхонтов. В эпоху Советского Союза участие в добровольных народных дружинах поощрялось дополнительными отгулами и днями к основному отпуску. Строчка в характеристике об участии в ДНД могла помочь получить в приоритетном порядке профсоюзную путевку или продуктовый набор к празднику. Сейчас необходимость в добровольных помощниках полиции осталась, а вот методы их привлечения изменились и зависят от региональных властей. В Мурманской области работу дружинников оплачивают из расчета 500 рублей за один час патрулирования, дежурство на массовых мероприятиях, сопровождение инспекторов по делам несовершеннолетних продолжительностью от двух до восьми часов. Кроме того, по 5000 рублей областные власти готовы платить тем, кто поможет раскрыть преступление или задержит правонарушителя. Аналогичное вознаграждение предполагается раз в месяц выплачивать командирам дружин. Таким образом, местные власти надеются привлечь граждан для помощи полиции, испытывающей некомплект личного состава. По словам одного из инспекторов патрульно-постовой службы, к добровольным помощникам отношение серьезное, как к коллегам по работе. Если мы обычные пояс сотрудники, мы патрулируем вдвоем, когда с нами работают сотрудники ДНД, добровольной народной дружины, это как минимум пара лишних глаз, которые видят обстановку, которые могут где-то что-то нам показать, где-то что-то подсказать, дополнить, где-то что-то увидеть, то, чего не увидим мы. Практика показывает, что даже одно присутствие людей с красными повязками с надписью ДНД может предотвратить массу мелких правонарушений. От распития алкоголя в общественных местах до нарушения тишины во дворах. Также, по словам командира отряда ДНД Георгия, дружинников часто привлекают для дежурства на массовых городских мероприятиях. Основная специфика – это работа именно на мероприятиях совместно с сотрудниками правоохранительных органов, то есть обеспечения безопасности людей. Но также мы и выискиваем недостатки, какие есть в городе, и докладываем выше по инстанции. Как и раньше, дружинникам не положено иметь оружие и какие-то спецсредства, запрещается самостоятельно задерживать правонарушителей и разрешается применять физическую силу лишь в пределах необходимой самообороны. А финансируются народные дружины из муниципальных, районных или городских бюджетов. Причем мнения граждан разделились. Многие уверены, что за работу в ДНД платить не надо, поскольку это волонтерство. Другие считают, что любой труд должен быть оплачен, тем более, когда он связан с определенным риском. Гражданский долг, активность и так далее. Если бы этого не было, разве бы они пошли в добровольство? Согласитесь, что же люди должны просто так ходить. Некоторые люди за это зарплату получают, а некоторые за это ничего не получают. Хотя бы какую-то некоторую сумму, чтобы не за просто так. Например, если бы не платили, я бы пошел в выходной день. Я считаю, в наши советские времена ходили добровольцы от работы, и никто не платил, и это нормально было. Впрочем, в ряде регионов материальное поощрение заменили льготами. Например, местные власти освобождают членов ДНД от уплаты земельного налога, где-то от налога на имущество и даже от транспортного налога. Предоставляют им право бесплатно посещать спортзалы и бассейны или учреждения культуры. Они имеют право на бесплатную юридическую помощь и даже на досрочное получение звания ветеран труда. Олег Яхонтов, Вести ФМ. Число фишинговых сайтов, с помощью которых мошенники выманивают личные данные и деньги, стремительно увеличивается. Только в прошлом месяце эксперты выявили в российских доменных зонах почти 5000 таких страниц. Мошенники подделывают сайты мессенджеров, почтовые сервисы и веб-порталы, онлайн-игры, магазины и банки. Также злоумышленники имитируют сайты популярных отелей, систем бронирования, авиакомпании и агрегаторов по подбору билетов. О том, как уберечься, мой коллега Александр Ельшевский поговорил с руководителем аналитического центра компании «Закурион» Владимиром Ульяновым. Для начала, просто небольшой ликбез. Вот такие сайты вообще для чего нужны их создателям? Что они при помощи них делают? Как получают доход? Ну, смотрите, монетизация, там немножечко могут отличаться схемы, но идея в том, что злоумышленник получает какую-то информацию от нас, которую непосредственно можно монетизировать. В самом, наверное, простом случае это как раз данные пластиковые карты. Например, мы хотим что-то приобрести, на фишинговом сайте мы вводим данные пластиковые карты, и вот фактически все, они уже попадают в руки мошенников. В других случаях это, может быть, чуть более хитрая схема с получением дополнительных средств. Но так или иначе, все ведет к тому, чтобы каким-то образом монетизироваться. И монетизация, она происходит именно через ту информацию, которую мы передаем через сайт, либо же самостоятельно производим какое-то действие. Пишут, что живут такие сайты от нескольких минут, может быть, часов до пары дней. Есть буквально какие-то штучные варианты, которые прожили недели. Но я так понимаю, что прежде чем их закроют, они успевают принести какой-то определенный доход своим создателям. Но, с другой стороны, создание любого сайта, это, в общем, и трудозатраты достаточно большие, и деньги в это тоже нужно вложить. Вот это все действительно настолько доходное дело, что вот 5 тысяч буквально получается сколько за полтора месяца их открыли? Я полагаю, даже больше. Вот это количество, 5 тысяч, наверное, по факту их больше. И расходы, которые вы справедливо заметили, нанесут мошенники, конечно же, они окупаются. Другое дело, что не нужно думать, что каждый сайт – это какое-то произведение искусств. Особенно типовые шаблонные сайты, те, которые делают, в данном случае, в рамках вот этих фишинговых схем, они достаточно просты. И, конечно же, стоимость одного, она там относится невысока. То, что касается времени жизни, от нескольких минут, это, наверное, очень оптимистично. Так, чтобы сайт появился, через несколько минут его уже заблокировать, ну, наверное, все-таки маловероятно. Другое дело, что, конечно же, никто, по большому счету, никто в нормальной цепочке потребитель, продавец и какая-то экосистема, которая обеспечивает нам техническую основу, не заинтересован в существовании таких сайтов. Поэтому, конечно же, они выявляются и блокируются. Но за то время, пока он существует, давайте, скажем, от нескольких часов до нескольких дней, а может быть, даже дольше, задачи как раз успеть монетизировать. Для этого на сайт нужно нагнать трафик. Каким образом это делается? Ну, например, с помощью какой-то рекламной рассылки или же рассылок в массовых группах, в тех же самых мессенджерах. То есть, где есть большая аудитория, где кто-то, хотя бы часть людей клюнет, кто перейдет и, возможно, попадется на эту удочку мошенников. А вот действительно интересно, каким образом вообще все это работает? Потому что вот недалее, как вчера, со мной лично произошел случай, у меня один из аккаунтов в социальных сетях угнали. Человек буквально, я не знаю, за 2-3 минуты сумел написать всем вообще моим контактам, у всех попросить денег от моего имени. Есть какой-то автоматизированный софт, который с такими данными, которые они получают? То есть, я так понимаю, и какие-то аккаунты, и какие-то номера карт и все прочее, он работает и позволяет все это автоматизировать? Или просто такие вот умелые люди, которые умеют быстро все это делать? Быстрые пальцы. Смотрите, на самом деле, это очень опасная схема, когда взламывается чей-либо аккаунт. Объясню почему. Потому что, если кто-то, ну, вы получили сторонние сообщения, там, предложение перейти по ссылке, что-то купить, даже если там интересная сладкая цена, но уровень доверия к таким сообщениям, он будет относительно невысоким. Если же вы получаете сообщение от человека, который у вас в контакт-листе, то уровень доверия резко возрастает. У вас не возникает такого ощущения, тревоги, почему это такое он не предложил. Ну, действительно, мы там периодически обмениваем ссылками, какими-то интересными предложениями. Поэтому переход вот по таким ссылкам или перевод денег даже, он в большинстве случаев срабатывает. Конверсия резко повышается, если сообщение приходит от знакомого нам человека. И такие истории про перехват аккаунта, они, конечно, севаты с самими неприятными последствиями в виде получения денег. Ну да, вот в моем случае, слава богу, аккаунт успел побывать. Я говорю, всего несколько минут в руках мошенников. Никто никому, естественно, ничего не отослал. Более того, мне позвонили сразу же и спросили, как вообще так, что происходит. Но, с другой стороны, а есть ли какой-то софт, который может помочь избежать подобного, может быть, предупреждать о том, что этот сайт, скорее всего, фишинговый, или что сейчас пишет в мессенджер какой-то мошенник, может быть, даже с какого-то знакомого мне аккаунта? Ну, смотрите, если мы говорим о переходе по фишинговым сайтам, то, конечно же, те технические средства, защита информации, которые на многих компьютерах есть, там, те же самые антивирусные решения с дополнительными модулями, они так или иначе подсказывают. Более того, в поисковиках подобная возможность тоже присутствует. Потенциально опасные сайты, они могут, так сказать, подсвечиваться и быть нерекомендованными к переходу. Тем не менее, это не исключает того, что все равно человек перейдет, не отреагирует на вот это предупреждение, информацию ведет. Поэтому тут необходимо каждому конкретному человеку уже проявлять какую-то убедительность. То, что касается истории про социальные сети или мессендеры, где там, возможно, фишингов, тут сложнее. Особенно, если мы говорим про мессендеры. По большому счету, вот какое-то техническое средство, которое бы эффективно боролось с такими вещами, с мошенничеством, ну, я себе пока не представляю, как оно может выглядеть. Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра компании «Закурион». Продолжение следует... Продолжение следует...